Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задает вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества, думающей интеллигенции нашего города. Тема сегодняшней передачи – многомерность образования. Гость сегодняшней программы, руководитель Центра опознания, кандидат педагогических наук, член Вятского интеллектуального клуба Валикджанина Инна Виталина. Добрый день. Инна Виталина, вот я прочитал в интернете, что в отборочном этапе Российского форума «Сильные идеи для нового времени» вошло шесть проектов из Киевской области. И среди них ваш проект. Это проект по укреплению семейных ценностей и сохранению традиций. И у него весьма примечательное и яркое название – БА. Что стоит за таким коротким, но ёмким названием? И вообще расскажите немного о вашем участии в конкурсе, какие у него задачи и в чём суть вашего проекта. Сам форум проводится уже второй год. И мы второй год участвуем в этом форуме. И очень здорово, что в этом году мы вошли в топ тысячи проектов, которые были отобраны на российском уровне. Темой нашего проекта стала тема познавательного семейного досуга. Мы презентовали наш проект в точке кипения для людей неравнодушных, для людей, которые хотели бы изменить что-то в жизни нашего города. И наш проект действительно посвящён семейным ценностям. Это, наверное, то, что сейчас скрепляет, объединяет нас. И такое яркое, действительно интересное название БА мы придумали в нашей команде. Вообще темой семейного досуга мы занимаемся уже не первый год. Мы выигрывали грант по обучению родителей в совместной с детьми проектной деятельности. И для детей мы уже не раз организовывали образовательные маршруты на предприятия города Кирова. Мы уже побывали на разных заводах, на заводе АЦМ, Лепсе. На заводе не так давно были известняковые муки, и наши дети делают вместе с родителем очень классные, интересные проекты по тому, что узнали на предприятии. И в нашем новом проекте мы будем делать такие интересные семейные сундучки, в которые будем вкладывать вещи интересные, когда ребёнок вместе с родителями может развернуть у себя дома такую целую сказку, целую историю. И мы там будем давать нашу методику о том, как можно с детьми провести весело, интересно, познавательное время. Ну, например, устроить вечер семейных реликвий, либо семейных каких-то историй, обсудить, чем именно наша семья ценна. Ну, то есть вот такие совместные с детьми интересные досуговые вечера, события, наверное, помогут нашим родителям, кировчанам организовать с детьми познавательный досуг. Да, безусловно, это интересно. И это как родители могут туда попасть с детьми? Родители, ну, к нам на сайте, я думаю, что в сентябре откроется регистрация, и можно будет записаться на наши познавательные мероприятия, где мы будем обмениваться опытом, и можно будет посмотреть, приобрести наши сундучки. Понятно. Инна Витальевна, ну вот заявлена у нас сегодня программа про многомерность образования, и я знаю, что вы много лет продвигаете эту идею. Однако, я думаю, далеко не всем слушателям понятно, что следует вообще понимать под многомерностью образования. О чем, собственно, идет речь? Ну, мы с вами видим, что образование становится все более сложным. Если раньше успехи ребенка меряли оценками, то сейчас в школе, наверное, оцениваются не только предметные, но и метапредметные личностные результаты. Но, в всяком случае, так заявляется. Вы сразу объясняете, слушайте, что такое метапредметные? Ну, это умение мыслить, размышлять. Но, знаете, по факту, да, на самом-то деле, в практике, все равно мерилом остаются предметные оценки. Если родители спрашивают, ну, как у вас учится ребенок, то он отвечает с гордостью, отличник, или, наоборот, грустно говорит, ну, троечник, так себе. И, конечно же, родителям прежде всего нужно помнить, что не только оценки являются мерилом успеха ребенка. И дети могут быть самые разные. Вот индивидуальность ребенка – то самое важное, на что нужно обращать внимание. Ну, например, там, ребенок ответственный или усердный, или творческий, креативный. Может быть, он заботливый. Вот. Или он там занимается робототехникой, или в театре, или в спорте. И нужно оценить и помогать ему вот эти вот его способности, возможности раскрывать. Это многомерность-то, это что в образовании? Это разные предметы? Это разные измерения. Вот если мы с вами возьмем, например, колесо баланса, сейчас же модно составлять колесо баланса жизни, да, то там разные измерения. Например, мы измеряем, насколько человек успешен в семье, сколько у него детей, например, есть. А мы почему-то детей всегда меряем только по оценкам. Или можно, например, посмотреть, а какие у него друзья, какое у него окружение. Вот хотелось бы сказать, что есть исследования научные, когда мы рассматриваем социальный круг человека взрослого, и чем он более развит, и этот круг общения, тем считается, что человек более развит. Ну, вот такие вот есть исследования. То есть мы, не знаю, насколько мы можем посмотреть, умеет он дружить, не умеет он дружить, есть у него круг общения, нет круга общения. Какие у него хобби, чем, как он развлекается. Но вот умение дружить, это к образованию относится тоже? Это тоже к образованию. Это же тоже навык. Вообще навыков полезных сейчас же очень много. Это же не только предметные навыки. Это, например, навык умения начинать, продолжать, заканчивать дело. Полезный навык, полезный. И если человек умеет это делать, то он, наверное, более успешным будет в жизни. Или, например, вот сейчас с появлением информационных технологий, навыки создания цифровых ресурсов, работа с графикой, с видео, обработка, умение искать информацию, критически к ней относиться. То есть это вот такие метапредметные навыки. И вот это очень-очень важно. Ещё есть исследования по формуле счастья. Ну вот, например, в модели счастья и благополучия перма отмечаются, насколько человек может позитивно мыслить. И предметного обучения. Ну, вы знаете, вот если мы возьмём вот сейчас в школе, да, какие у нас есть измерения, например, личностные характеристики ребёнка, ну вот это там трудолюбие, патриотизм, да, это отношение там к его друзьям, к его близкому окружению. Но это же всё на самом-то деле измерения, которые очень важны. То есть мы сейчас, наверное, не скажем вам конкретно, вот по таким измерениям нужно измерять. Вот, например, если посмотреть цифровой профиль ребёнка, да, вот я поскольку занимаюсь IT-технологиями, то там уже направление 8-10, по которым можно измерять, насколько ребёнок себя может проявлять там в цифровой среде. Вот, ну то есть тут сейчас, наверное, не про количество этих измерений, а про то, что не всё оценками меряется, можно говорить. А кто-то вообще, кроме вас, измеряет по этим измерениям детей? В школе я что-то не слышал, измеряют так? Вы знаете, есть в школе, в образовании два подхода. Это суммарно, это формирующее оценивание и, сейчас скажу, как оно называется, и оценивание вот по оценкам, когда оценка является как точкой, как приговор. Садись, Иванов, три тебе поставили. И эта точка, и она не даёт направления движения. А вот формирующее оценивание, оно даёт возможность как раз детям размышлять, а чего не хватает, а где ты успешен. То есть это своего рода обратная связь ребёнка с учителем. То есть оценка рассматривается не как точка, как приговор, да, а как вектор дальнейшего развития. То есть вот эти методики, технологии формирующего оценивание, они сейчас в педагогике есть. Ну, то, что вы вот назвали такими технологиями, я немножко по-другому называю, что образование одновременно является и процессом, и результатом. То есть вот результат — это как раз точка, да, вот оценка, а формирующее развитие, по-вашему, это как раз процесс. И вот на ваш взгляд, в такой дихотомии, что важнее, это процесс или результат? Конечно, ну, давайте мы, я ещё скажу, на самом-то деле вопрос, он, видите, не праздный, он является принципиально важным для образовательной политики, ну, любого там школы или государства, потому что от того, какой подход возобладает, ведь строится вся модель образования того или иного государства в России, всегда был и есть подход главенства результата, вот этой точки, да. Об этом можно судить по роли ЕГЭ, по значимости поступления в ВУЗы, по престижности получения диплома того или иного ВУЗа. Так вот, может быть, такой подход устарел, и целесообразен он в настоящее время, вот этот подход как результат. Ну, действительно, образование рассматривается как сам процесс, да, и результат этого процесса. Но хотелось бы отметить, что дети это живут сейчас, то есть жизнь их сейчас идёт, и насколько она интересная, яркая, осмысленная, да. Вот как раз этот подход об этом и говорит, чтобы дети наши получали удовольствие, радость, впечатление от самого процесса. Стоп, стоп, стоп. Тут ведь мы вторгаемся в зону интересов государства. Как говорится, кто заплатил денежки, тот и должен результат получить. А деньги за обучение, но в основном-то государство тратит, и оно хочет получить из людей, готовых специалистов, профессионалов. То есть им важен результат, а не только то, чтобы во время обучения дети какое-то удовольствие получали. Это-то, наверное, государству не особо интересно. Про результаты-то тоже нужно не забывать, и результаты очень важны. Но и про процесс-то... Не процесс ради результата, процесс самооценен тоже. Ну и результаты, конечно же, тоже очень важны. А процесс-то почему самооценен? Вот я как раз наоборот буду спорить, у нас передача-то дискуссионная, что процесс только ради результата. То есть удовольствие от процесса только потому, чтобы ребенок учился с удовольствием и получая результат, а не то, чтобы как бы удовольствие ради удовольствия, а результат не важен. Владимир Сергеевич, ну вы же помните вот такие дискуссии, когда мы говорили о том, что ребенок это еще не взрослый, ребенок это такая заготовка взрослого. Вот когда он станет взрослым, когда он научится чему-то, вот тогда жизнь не начнется. Но на самом-то деле дети уже сейчас живут, и жизнь это процесс, да, и это не результат. Я вас слышу как мама у вас, вы говорите как мать, но не как государственный чиновник. Ну, наверное, поэтому сегодня мужчина и женщина у нас разговаривают в студии, что важны с одной стороны результаты, ну и сам-то процесс, конечно же, безусловно, важен. Если мы говорим про результаты, то здесь тоже нужно смотреть результат, какой он. Результат выполнения одного конкретного задания, результат урока, результат учебного года, результат десятилетия. И когда мы говорим про ЕГЭ, да, когда мы смотрим на результат десятилетия или 11-летие в школе, то это, конечно же, кажутся важные результаты. Но ребёнок-то каждый день приходит в школу, и каждый день, если он увидит, что у него удачно что-то происходит, он решил задачу, написал интересное сочинение, и он получает удовольствие от этого процесса и от получения результата. То есть результат не сама цель, а как побочный продукт, и он обязательно будет, если хорошо процесс выстроен. То есть, вероятно, должен быть какой-то баланс или компромисс между процессным и результативным подходом в образовании. Я бы здесь, знаете, наверное, дихиметрию посмотрела не с точки зрения процесса и результат, а с точки зрения внутренней и внешней мотивации. То есть если у ребёнка внешняя мотивация переходит во внутреннюю, ему интересно учиться, ему хочется учиться, тогда у него получается самодвижение в образовании. То есть он сам начинает учиться. И вот об этом нужно говорить в образовании. Тогда он сможет учиться всю жизнь. Ведь заканчивая школу, он в ВУЗе тоже будет уметь учиться. И будучи взрослым, ему тоже будет интересно узнавать что-то новое. То есть вот здесь бы, наверное, перевести вот нашу дискуссию как раз во внутреннюю, во внешнюю мотивацию. То есть вот об этом должны педагоги думать прежде всего, и родители тоже. Как помочь ребёнку научиться учиться. Но у нас всё-таки пока основной вопрос передачи – это многомерность образования. И поэтому для понимания вот этого многомерности, наверное, важно, а в каких единицах измерять образование. Тем более, что если разные направления этого образования могут быть. Ведь многие не задумываются, но даже привычные школьные отметки, там 3, 4, 5, на самом деле непонятно, что измеряют. Они не привязаны никаким конкретным единицам измерения. Вот если мы понимаем, килограммы, сантиметры. А что такое 3 или что такое 4? Ну, говорят условно, что это, ну, типа, объём знаний, который усвоил ученик. А вообще его можно измерить вот такой оценкой? Потому что если, ну, спросить любого студента вам или ученика, вам скажут, что, ну, вот какую оценку он там на экзамене. Вот он получил пятёрку – повезло, попался знакомый билет, да. А другой скажет, ну, не повезло, троек получил. А если спросить учителя, ну, вы сами учители, я тоже, в общем-то, педагог. Я могу сказать, что оценка часто складывается, ну, скажем так, натягивается или снижается от того, как вы воспринимаете личность студента или ученика в целом. То есть мы понимаем, что он слабый, но ответил вдруг хорошо, но вот 5 он всё-таки не заслуживает, да, 4. А он вот может быть сильный, но ответил как-то неудачно. Ну, троек не поставлю, поставлю 4. Не может такого быть, что ли? Я с вами полностью согласна. Действительно, оценка, она не всегда отражает реальную ситуацию, да. Ну, предварительно с поправкой на ветер. И многие ребята сейчас в школе, наверное, мы можем наблюдать, что не уделяют должного внимания оценкам. Иногда у них вообще пропадает желание получать эти оценки, неважно, там, 2, 3, 5, они не считают, что это измеряет их качество работы, качество их знаний, и поэтому меньше внимания уделяют оценкам. И вот как раз вопрос про мотивацию, вопрос про желание учиться, здесь, опять же, важнее оценки, они есть, они пусть будут. Вопрос вот, остается, в каких мерах-то мерить образование тогда? В чем его измерять? Ну, оно, я думаю, что оно не измеряется в количестве, оно измеряется качественными характеристиками. Ну, это вы так думаете, а у нас есть ЕГЭ, который там 100-балльный, 80-балльный. Кстати, ЕГЭ более-менее, на мой взгляд, отражает, во всяком случае, призвано отражать, ну, вот, объем какой-то знаний, потому что из разных сфер, разные сложности вопроса и так далее. Но его ведь критикуют нещадно за множество, так сказать, факторов. Вот, поэтому вопрос, в чем измерять, для меня он открытый. Не знаю, как вы его для себя решаете. Да, для меня это тоже открытый вопрос, потому что это же целая комплексная, сложная система оценивания. Вот мне хотелось бы пример привести из робототехники. Когда дети представляют свои проекты на робототехнических соревнованиях, то у них измеряются по нескольким направлениям их проект. Во-первых, это идея, и здесь оценивается креативность. Ну, как можно креативность сказать на один балл, на два или на три? Она либо есть, либо нет, то есть вот плюс-минус. Второе направление – это техническая сложность, да, то есть здесь уделяется внимание как раз хард-скиллсам, то есть насколько ребенок умеет конструировать, программировать. С другой стороны, оценивается умение работать в команде. Это софт-скиллс, да, насколько ребенок коммуникабельный, насколько они друг друга поддерживают, насколько они доверяют друг другу. Это все видно при защите проекта. И третье направление – это умение публично выступать, то есть тут такие актерские, творческие способности ребенка оцениваются. Ну, смотрите, по всем этим критериям нет четко там, насколько он артистичен, то есть примерно можно посчитать. Ну, видно, что один ребенок очень здорово представляет проект, или у него очень сложная модель, серьезная модель, ему баллов побольше ставят, идут поменьше. И в целом получается какая-то общая оценка. Но самое важное, что оценивание – это идет в разных направлениях. Здесь и технические способности, и креативные, и социальные проявляются у ребенка, и это оценивается. Ну, вот я вас слушаю, и у меня такой пример пришел в голову, что дети часто оценивают по успехам в школе, однако существует мнение, которое имеет обоснование в практике жизни, что школьные отметки в жизни, вернее, школьные отметки не так уж важны, и отличники в жизни не столь успешны, как их одноклассники, которые были хорошистами или троечниками. Есть даже такой термин – синдром отличника. Так вот, возможно, вот этих троечников, которые стали успешными, где-то в каких-то мерах не измерили, то есть измерили односторонние вот эти отличников. Они у нас отличники, они, значит, успешные ученики, но в жизни они себя не проявили. То есть это ведь тоже к многомерности образования имеет непосредственное отношение. Значит, мы, отмечая успехи в знаниях, отметили, там они золотые медали люди, может быть, получили, а в жизни, ну так, не то чтобы были неуспешными, но каких-то высот не добились, а тот вчерашний там троечник раз и стал министром, может быть. Владимир Сергеевич, я хочу рассказать о детях, которые заняты инженерно-техническим творчеством. Вот в школе нет такого предмета, на котором они могли бы показать свою инженерную смекалку или хорошо развитое пространственное мышление, или умение делать вещи своими руками, какую-то свою целеустремленность, кропотливость в работе над моделями. И такие ребята в жизни, они себя проявляют очень здорово, они сразу видят вектор, куда можно двигаться, а дополнительное образование им в этом помогает. А в школе они не всегда бывают отличниками, например, а в жизни они себя могут успешно проявить. Но здесь, знаете, очень важны те компетенции, которые наработаны у детей. И если этих компетенций больше, то они легче адаптируются под какие-то там текущие ситуации. То есть если этот ребёнок-инженер найдёт себе сферу применения, он пустит вот на этих новых условиях корни, он зацветёт пышным светом и будет успешен. А если он будет искать себе применение, ну, не найдёт ту сферу, где он себя может проявить, то он, наверное, не так сильно будет успешен. Если касается отличников, да, и троечников, то отличникам ведь создаются условия благоприятные, их хвалят, их поддерживают, к ним лояльны педагоги, как правило. Вот. А троечник, он привык к трудностям, потому что ему приходится рассчитывать только на себя, а иногда ему приходится преодолевать трудности, там, и, может быть, какое-то там чересчур там, ну, не совсем лояльное отношение к нему, да, со стороны там взрослых. Вот. И вот эта самая воспитанная стойкость помогает им проявить себя в жизни. То есть они адаптированы к таким невзгодам, наверное, становятся сильнее, потому что они привыкли против ветра идти. Может быть, поэтому они успешны. Ну, хотя отличники, знания никогда никому не мешали. Может быть, и поэтому я в свое время рассуждал примерно так же. А сейчас вот думаю, когда столкнулся вот с этим феноменом многомерности образования, кстати говоря, с вашей подачей, думаю, что просто не все навыки оценены. То есть вот многие навыки, которые не оцениваются в школе именно путем оценки, там, знаний, а навык, допустим, коммуникации, навык той же, как вы скажете, креативности и так далее, они же не оцениваются никак. А по этим показателям ученик может опережать всех своих одноклассников, понимаете? То есть, а его не оценили. И, кстати говоря, ему труднее было из-за этого поступить в ВУЗ. И мы, может быть, потеряли там будущих Ломоносовых и так далее. Потому что не полноценно, не в полной мере вот эту всю многомерность образования охватываем. Не все измеряем. Не все лучшее качество, так сказать, ученика учитываем. Односторонне слишком подходит школа к оценке учеников. Не согласна? Я согласна с этим. Тут, наверное, знаете, больше... Вот школа, она трансформируется сейчас. Мы это, наверное, и видим, и в том числе в оценивании. Но больше-то, наверное, тут нужно родителям веры в своих учеников, в своих детей, да? То есть если у него оценки «блестящий отличник», то это не совсем гарантирует его успешность в жизни. И наоборот, да? Конечно, есть отличники успешные, потому что они лидеры, они умеют себя преподнести, они много знают. Но есть и троечники неуспешные, есть троечники успешные. То есть действительно, наверное, какие-то качества не измеряются, недооценены. А именно эти качества дают вот эту вот успешность в жизни. Я тут с вами согласна. Наш земляк, писатель Александр Грин, в своей знаменитой феерии «Алая паруса» более 100 лет назад написал такую фразу. «Теперь дети не играют, а учатся. Они все учатся, учатся и никогда не начнут жить». Как вы относитесь к этому высказыванию? Не слишком ли много и долго мы учим сегодня детей? Ведь если во времена Грина средний возраст вступления в активную трудовую жизнь был 15-16 лет, то сегодня он вырос до 21-22 лет. Каков оптимальный возраст получения общих и профессиональных знаний, на ваш взгляд? Я с вами согласна, что детям нужно время давать для игры. И если дети в дошкольном возрасте наиграются, когда игра является ведущим видом деятельности, то в старшем возрасте они уже будут решать другие задачи. Там умение учиться, умение дружить, умение выстраивать свой профессиональный путь. Вот у нас в центре учатся совсем маленькие ребята. И мы наблюдаем, как родители стараются совсем маленьких детишек записать в разные студии развития, на какой-то спорт, танцы, в музыкалку, английский, какие-то другие кружки и студии. Вот у нас дети занимаются с 4-х лет, и они, конечно, очень много лепят, строят, придумывают, конструируют. А самое главное, они много играют. Вот в нашем центре игра и обучение, у них там знак равенства между собой стоит, потому что наигравшись дети через игру, они много чего нового узнают. Поэтому у нас на занятиях можно перемещаться, ползать на ковре, общаться с другими ребятами, и детям это нравится, и детям это интересно. И когда я писала методику свою для занятия с детьми, я смотрела, думаю, господи, вот у меня есть работа с информацией, умение придумать, умение сконструировать. А где же поиграть-то? Вот у меня как-то щелчок произошел, что игра, она должна быть в жизни ребёнка. И этим, наверное, мы должны заниматься, мы должны уметь играть с детьми, особенно в семье. В семье у дошкольников, конечно же, есть конструкторы, машинки, персонажи, и эта среда должна быть у детей наполненная. Некоторые дети играют самостоятельно, они сами придумывают много всего интересного. Каким-то детям нужны товарищи, либо взрослые, либо сверстники. То есть нужен такой вот человек, который рядом с ним вместе поиграет. Вот, но большой потенциал, наверное, в игре с детьми, это потенциал заложен в семье. То есть вот в семье нужно наиграться, в семьях есть традиции игры, разные самые игры есть в семейном таком вот арсенале. И это, наверное, очень здорово. Вот мы как раз в проекте «Нашим БА» мы семью рассматриваем как такую вот большую семью. И не только папа, мама, дети, но и бабушки, дедушки, родственники другие. Но вы на мой вопрос-то все-таки ответьте. Вот на ваш взгляд, не слишком долго у нас в России, да и вообще в мире сегодня дети учатся. То есть ему уже 21 год, он все еще ребенок. Помним ведь в наше время, во сколько Гайдар вводил полкс в 15 лет или 16? Я рассмотрела вот начало, да, где вот игра ведущей деятельности, и там детям нужно наиграться. То есть у нас смещение в эту сторону, обучение пошло. А вы сейчас смотрите второй, да, уже более взрослых детей, где они все учатся и учатся, да. Но там-то уже надо, наверное, не начинать играть. Общее знание, то есть это вот 11-летка школы. Раньше ведь, ну давайте, так мой отец там учился, было восьмилетнее образование, вот 8 классов. Мы учились, ну я не знаю, как вы, вот я 10-летний, 10 классов, и дальше мы уже дальше продолжали в УЗИ. Сейчас 11 лет. За границей есть и 12-летняя школа, наверное, есть и более, больше, так сказать, лет обучения. Так сколько надо учиться там? Вот смотрите, вот вопрос, который вы сейчас задаете, Владимир Сергеевич, я о нем тоже размышляла. И мне казалось, что действительно, почему раньше учились, 10 лет вроде бы хватало, теперь 11 стали учиться. Потом мы учились там 5 лет в университете, сейчас бакалаврят, 4 плюс 2 магистратуры. Ну почему все время количество лет, которые мы учимся, оно увеличивается? Мне казалось, ну можно же быстрее все это закончить. Но тут еще одна функция, которую мне подсказал мой научный руководитель, это функция социальная. То есть ребята, уже молодежь, да, они учатся, то есть они находятся в среде, в образовательной среде. То есть они заняты делом, не учатся. То есть вот увеличение возраста детей, которые обучаются в цивилизациях, в сообществах, где дети больше учатся, считаются эти сообщества более устойчивыми. Вот во всяком случае в природе так. Чем ребенок больше находится в состоянии обучения, тем вот это вот сообщество более устойчиво. Ну вот не знаю, насколько это так, но может быть дети... Не вижу корреляции, но она, наверное, есть, раз такое происходит. Вот да, вот тоже вот интересное такое наблюдение, что дети, ну молодежь, она чем больше учится, да, тем она больше вовлечена в позитивную коммуникацию, в конструктивную коммуникацию. И это дает, ну как бы устойчивость, ну как бы дорастает до более осмысленного выбора профессии, проявления себя там в будущем. Хорошо. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после чего продолжим наш разговор. Ума-палата. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи – многомерность образования. Гость программы, руководитель Центра познания, кандидат педагических наук, член Вятского интеллектуального клуба, Валик Жанина Инна Виталиевна. И мы продолжаем беседу. Вот, Инна Виталиевна, если принять концепцию многомерности образования, при этом сознавая, что по разным направлениям личность развивается неравномерно, то когда личность, в этом случае, когда личность следует считать развитой, что если на выходе из учебного заведения у нее, например, одни характеристики будут сверхразвитыми, так сказать, зашкаливать, а другие – недоразвитыми. Ну, допустим, высокий уровень профессионального мастерства, но при этом низкая социальная трудовая ответственность. Или наоборот, высокий уровень социальной трудовой ответственности при низком уровне профессионального мастерства. Вот, каковы критерии нормальной или достаточной развитости личности? Наверное, здесь нет смысла сравнивать. Для каждой профессии востребованы свои компетенции. Но если у ребенка мало сформированных компетенций, то у него меньше. Ну, по опыту сейчас востребованы специалисты с развитыми, казалось бы, диаметральными способностями. Уже не говорят про лево и право полушарных детей. Важно и то, и другое. Про физиков и лириков. Важны не только знания, но и опыт деятельности. И вот это вот умение делать и то, и другое – это, наверное, показатель современного мира. То есть ребенок лучше адаптируется. Например, ребенок в технических вопросах разбирается, но в то же время он и обладает гуманитарными навыками, способностями. Вот такие специалисты востребованы сейчас. Сейчас отрасли активно развиваются. Мы видим много вещей на стыке разных отраслей. Поэтому и компетенции нужны и те, и другие. Ну, не знаю, не знаю. То есть есть разные потребности. Есть и наоборот, когда человек разбирается очень узко, очень глубоко. И там неважно, что он является гуманитарием или не является, лишь бы был хорошим математиком. Ну, пример живой вот с этим очень же известным, с Эйнштейном. Когда он не смог окончить, собственно, колледж, потому что не обладал навыками в чем-то, каких-то гуманитарных знаний. И при этом был великолепным, так сказать, физиком, который смог заглянуть в будущее это и создать такую универсальную теорию относительности. А если бы мы от него требовали, чтобы он был и тут, и там, и сям разведок, он никогда бы, возможно, и не стал бы великим ученым. Ну, вы сейчас, наверное, говорите о том, что рыба по деревьям точно не поползет, да? Но не значит, что она плохая. То есть нужны какие-то узкие конкретные компетенции для решения каких-то определенных задач. Да, разные. Нужны специалисты, нужны и узкие специалисты, и широкие. То есть, когда мы говорим про востребованность специалистов, которые обладают и гуманитарными, и техническими науками, мы говорим только о том, что у нас недостаточно обращают внимание на воспитание вот таких специалистов. Как раз, наверное, слишком много узких специалистов, а вот таких, как сказать, комплексных специалистов недостаточно. Вот, например, у нас в центре преподаватели робототехники, программирования. С одной стороны, они должны обладать педагогическими компетенциями, гуманитарными, да? А с другой стороны, техническими, чтобы понимать, как устроены технические устройства. Или, там, детям объяснять и рассказывать это. И таких специалистов пока не готовится, универсальных, да? И технические, и гуманитарные, чтобы способности были развиты. И приходится чего-то добавлять. Вот, и вопрос в том, что насколько человек готов учиться, готов дорабатывать вот эту вот вторую сторону свою. То есть об этом речь идет. Ну, не знаю, как сейчас обстоит дело в университетах, но раньше, скажем, вузы у себя имели такие кафедры, там, педагогики и психологии высшей школы, где как раз вот узкие специалисты обучались навыкам быть педагогами. Потому что, конечно, я сам сталкивался с этим, когда у нас очень хорошие специалисты узкие преподавали, у которых мы ничего не понимали. Они были великолюдными специалистами, но отвратительными педагогами. Вот, вот, вот. Как раз об этом и речь. Равно мы обучение, образование не заканчиваем школой, а дальше дорабатываем, добавляем себе определенных компетенций. Вот, и мне, вот у нас почему-то тоже такое мнение было сложено в обществе, что мы заканчиваем учиться в школе, в вузе и дальше уже работаем. Но сейчас есть такое интересное понятие, как re-involution, как бы новая эволюция, новое развитие, которое человек может получить после 50 лет. То есть он сделал себе карьеру, он себя хорошо, успешно проявил, а дальше он обучается и после 50 делает вторую карьеру. Он успевает сделать вторую карьеру и проявить себя, казалось бы, там в совершенно другом направлении. Но у него же это в детстве-то уже было. Он, наверное, делает то, что не успел когда-то сделать. Но он умеет, он имеет определенный опыт, он чему-то новому дообучается и получает новое развитие. Ох, Инна Витальевна, ну... Это вот как раз еще одно измерение. Мы можем заспорить, но очень долго. Я думаю, что мы лучше посвятим какую-то отдельную передачу, потому что я очень-очень сомневаюсь вот в этой, мне кажется, теоретической концепции. Лучше давайте мы вернемся к многоверности образования. И вот скажите, а существуют способы или методики, позволяющие в концепции многомерного образования формировать гармоничную личность с почти равными результатами по всем направлениям. Вот то, о чем мы, собственно, с вами перед этим говорили. И как быть в этом случае с физиологическими особенностями разных людей, даже такими простейшими, как то, что все люди по ведущему способу восприятия информации делятся, ну, как известно, на аудиалов, визуалов, киноэстетиков. А еще ведь могут делиться и на экстравертов, и интровертов. Вот при классной урочной системе обучения, когда в классе 25 или более учеников, невозможно ведь учитывать все индивидуальные особенности детей. Как вот нам формировать-то таких гармонично развитых и там, и сям, и чтоб и лирики, и физики были? Ну, на самом деле массовая школа, и есть массовая, да, когда 25 человек в классе или там даже больше детей в классе, то индивидуальный подход очень сложно организовать каждому ребенку. Хотя есть там методики разные, которые позволяют это делать, но в любом случае это непросто делать. То есть учителю нужно выстраивать не один линейный маршрут, а маршрут с развязвлениями для тех, кто там быстрее справляется с материалом, или кому-то, может быть, нужно время для того, чтобы его освоить. Вот, и здесь на помощь приходят дополнительные возможности, которые сейчас появляются. То есть каждый родитель может ребенку помочь выстроить индивидуальный маршрут. И сейчас там школа это позволяет, можно написать заявление на индивидуальный маршрут там по какому-то предмету. И этим пользуются ведь не только дети, которые там, может быть, чуть хуже учатся, а наоборот дети, которые хорошо учатся, они могут выйти на индивидуальный маршрут по каким-то конкретным предметам. Потом дополнительное образование. Тоже мы выбираем, где мне больше хочется быть, где я себя лучше могу проявить. Вот, ну, те же репетиторы, хотя я к ним там не совсем, как сказать, позитивно отношусь, но они тоже помогают ребенку развить в нужном темпе, подстраиваясь под конкретного ребенка вот эту вот образовательную траекторию. То есть для ребят к школе нужны в любом случае дополнения. Эти дополнения всегда были в виде доп. образования, там, в виде, я не знаю, родителей, родственников, которые в чем-то лучше разбираются. Да, и сейчас есть цифровые ресурсы, где можно, находясь там в одном городе, например, получить курс какой-то образовательный у учителя сильного, там, из другого города. И многие из них бесплатные эти ресурсы и позволяют детям действительно выстроить вот этот вот индивидуальный маршрут. Но этим нужно заниматься, и здесь роль родителей тут уже очень значима. Ну, уж тогда под конец программы расскажите еще и о тех особенностях и том положительном опыте обучения детей вот конкретно в вашем центре опознания, который вы наработали за долгие годы его существования. Реализуете ли, прежде всего, так скажем, вы у себя вот эту концепцию многомерности образования, о которой мы сегодня говорим? Чудесный вопрос, спасибо вам. Он, наверное, о любимом, да, нашему познанию 22 года, он уже давно работает, и, конечно, каждый год мы стараемся что-то новое привнести. Про многомерность образования, вот если в информационных технологиях, то мы делаем возможность детям выбрать, что ему ближе, робототехника, программирование или информационные технологии. Если ребенок лучше руками работает, то робототехника. Если ему нравится размышлять, выстраивать алгоритмы программы, то это программирование. А если ребенок более творческий, то он работает с графикой, с видео. То есть вот как раз тут вот такое ветвление в цифровых навыках мы реализуем. Кроме этого, вот сейчас летняя пора, кстати, да, у нас в августе начнется профильная смена, летняя IT-школа. В этом году мы получили субсидию от правительства области на реализацию ее. Денежка небольшая, но она тоже вот показывает, насколько это направление, наверное, сейчас востребовано. Так вот мы там тоже смотрим, с одной стороны, IT-навыки, да, hard skills, а с другой стороны, умение лидировать, выстраивать свой бизнес, придумывать идею своего проекта. То есть у нас вот такое IT-предпринимательство, в этом году мы вводим это направление. Или, например, лидерство коммуникации, когда дети могут что-то сами придумать, договориться, обсудить и представить. То есть вот эту вот многомерность мы, конечно же, стараемся включить в образовательный процесс. Что касается учебного года, то мы вот в том году выступили организаторами городской площадки по STEM-обучению в инженерно-техническом направлении. Здесь, смотрите, STEM расшифровывается наука, технологии, математика, арт, вот если мы добавляем сюда творчество, и технологии. То есть вот эти вот как раз разные векторы, они дают возможность детям не что-то одно выбирать, а всё вместе проявлять в своей работе. То есть это тоже очень здорово. Спасибо. Ну и совсем под занавес нашей программы порекомендуйте нашим слушателям какую-то литературу, может быть, необязательно литературу, сайты или ещё что-то по нашей сегодняшней теме. Вот кто заинтересовался многомерностью и образованием, где ему углубить свои познания? Мне хотелось бы, наверное, для родителей книжку порекомендовать, которую я совсем недавно для себя открыла. Ну вот, наверное, меньше, чем год назад я её прочитала. Это книжка Евгении Белонощенко, рождённая с характером. Там ребята описываются разных типов характера, и настолько точно это даёт она определение. Главная рекомендация, как быть с этим ребёнком, на что обратить внимание, каковы его сильные стороны, и какие, может быть, риски возникнуть в воспитании такого ребёнка. А ещё, конечно же, мне нравится моя книжка, которая год назад вышла, которую я написала для родителей, проект «Как путешествие, размышления мамы и педагога». Мне кажется, что вот эта тема работы с проектами, она сейчас набирает обороты. И сейчас проекты делаются ведь не только в школе, но и в доп. образовании. То есть, а как помочь родителям выстроить работу над проектом, чтобы она была действительно цельная, эта работа, чтобы давала результаты. Вот в этой книжке об этом говорится. Проект «Как путешествие». Проект «Как путешествие». Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша программа закончена. Спасибо. До свидания. До новых встреч. Спасибо. До свидания. Ума-палата.